Михаил Мень приехал в Иваново и полминистерства с собой захватил. Обсудили самые наболевшие и проблемные – капремонт, переселение из ветхого жилья, строительство и дольщиков. Жильцов из аварийных домов переселяют по этапам. Так вот, этап 2013 года еще не завершен. В первом полугодии обещают закончить работы в Пучешском и Родниковском муниципальных районах. Представитель фонда содействия реформированию ЖКХ предупреждает, такие серьезные задержки могут быть чревато неполучением федеральных средств. Сроки, которые названы, они достаточно еще продолжительные, обозначены первое полугодие, хотя в материалах, которые предоставляются нам, обозначены более короткие сроки, первый квартал. Так что вот здесь тоже у нас опасение. Дело в том, что вопрос такого позднего завершения этого этапа, он ставит под риск возвращения в фонд суммы 118 миллионов рублей. Этап 2014 года тоже идет с пробуксовками. Семь домов введены в эксплуатацию. Медленными темпами строят в Приволжске. Возникли сложности с реализацией программы у областного центра. Так, собственникам выплачиваются денежные суммы в соответствии с проведенной оценкой жилых помещений в аварийном жилищном фонде. За счет средств городского бюджета приобретаются новые квартиры у застройщиков. В настоящее время застройщиками заключены все необходимые контракты на приобретение жилых помещений для нанимателей, а также соглашение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд собственниками аварийного жилья. Почти 76% такова собираемость на капремонт в Ивановской области с населения. Менее добросовестные платильщики муниципалитеты всего 61%. Повышению платы, о котором так долго дискутировали, все-таки быть. Со следующего года 5 рублей 90 копеек с квадратного метра. Для некоторых категорий граждан предусмотрят льготы. Соответствующий закон подписал президент. То, что это и у нас инвалиды первой и второй группы, и семьи, которые воспитывают детей инвалидов, и, соответственно, одинокопроживающие пенсионеры. Там, вы знаете, градации с 70 до 80 лет, 50% льгота, и с 80 и старше 100% льгота. Особое внимание уделили рынку жилищного строительства. Из запланированного на год в регионе введено 87%. Подвели ДСК, да и финансовая ситуация в стране в целом. Гораздо меньше ивановцев в сравнении с 2014 взяли ипотеку. Замминистр, в свою очередь, считает, дело не в низком спросе, а в отсутствии предложения. Если вы скажете, что люди не хотят, я вам приведу ваши цифры. Если на первичном рынке сейчас тенденция сползания, снижения цен, то на вторичном рынке у вас рост произошел. Первый, второй, третий класс. Тенденция к росту идет. Есть деньги, есть ресурсы, но нет предложения. Предложение ниже, чем спрос. Вот этот момент очень важный. Значит, здесь есть системная, Павел Алексеевич, недоработка. Здесь не нужно никаких денег больших, программ и так далее. Здесь просто надо выходить, выделять землю, колод забивать, и сказать, вот через это время, чтобы размежевали, оформили, выделили земельный участок и решить вопрос инфраструктуры, привязки. Проблему дольщиков министр Михаил Мень решил обсудить непосредственно с самими участниками процесса. Сразу после заседания с чиновниками он отправился на встречу с обманутыми вкладчиками. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.